Контролирую ее, чтобы она там не спрыгнула, хорошо? Переварилась первая. Давай. Ну вот. Это уже вторая. Первая покрупнее, по-моему, была. Каждое лето именно вот в этом месте тусить. О, три, три, три! Насисты! О, это сзади, что, селедка? Да ладно! Давай подними, не урони ее. Селедка, серьезно? Да-да-да! Это удобное, хорошее время и место для рыбалки. К тому же рядом есть каятерский прокат. Вот там вот на Голубой бухте. Удочкой давно не ловил. Во сколько она у тебя обошлась? Еще 200. Да, вместе с катушкой, я так понимаю. Да. Да. Так и что бы, я тут... Я сейчас еще фликцион тут настрою. Блин, нет, фликцион отсутствует. Ладно, ты если здесь жил, но постоянно... Ну да-да-да, понятно. Не, ну, главное, чтобы рыба была, а удочка не так важна, на самом деле. Не, ну, слушай, пилькир 15 грамм летит отлично. Правда, он почти всю леску выбирает. Ну, там лески немного, да? Да, понт. Ох-ох-ох, неплохая сторонина. Сейчас мы зарыбим эту дубиночку. Ну, это означает что? Что ты сейчас на нее будешь ловить. Панчик, одобряешь? Одобряет. Давай махнемся. И надо тебе садок выдать сейчас. Давай еще чуть-чуть покидаем, а потом в садок будем складывать, чтобы свежая была. Ну, знаешь, давай пилькиру осыпаться побольше, он на паузе нормально ловит вполне. Оп-с-тикс. А и вторая еще гонится. Можно дополнительно ставить сверху еще самодурный крючок. Ой, или, кстати, мушку, и ловить по две. Сейчас мы так и сделаем. Ладно, пока клюет, нужно дурака не валять со стихами перевязываниями на это. Набить побольше по возможности, чтобы без рыбы не остаться. Вот это таврида. Вот это хороша. Под 30 сантиметров. Не, ну 25. Что, ты заинтересовался, Планчик? У тебя своя есть, вон ешь. Ну, видно, что он ее хочет умертвить все равно, чтобы попроще было. Ну, места нету, да? Места там нет. Скоро уж летать будет. Расшастая, Ридка. Я вот мушку себе добавил. У меня на мушку вполне хорошо клюет. Ну, и Пильтер тоже берется. Все у тебя получилось? Перелезал нормально? Да. Ух. О, у меня две. Ох, одна ушла. Ну, хорошие какие, а? Чайки нам завидуют. Планчик, тебе чайки другие завидуют. Так, на, меняемся. Это ловит тоже. А я туда сейчас тоже пильтер воткну вместо силикона и муху добавлю. Будем по две ловить. О, это сзади... Что, селедка? Да ладно. Давай подними, не урони ее. Селедка, серьезно. Селедка? Да, да, да. Что она здесь делает в это время? О, вышла. Но все равно очень круто. Такая здоровая была. Да, хороша. Ну, сейчас можешь повторить. О, еще, еще, еще. И тоже тяжелая. Неужели тоже селедка? Ну, с ними бывает это, конечно. Ну, тоже, видишь, мягкое удилище было бы, она бы это... Неожиданно. Селедки вообще не по сезону. Вот максимально не по сезону. Так, а у меня что? У меня две ставриды. О, вот это трактор. Просто. Мощь. Надо ловить. Надо ловить. Да. А, может, сошла одна. Ну, как раз коври дойдет. Прям неожиданно. Да, да, да. Ты даже не знал, что тут селедка есть. Да, селедка. Но селедка обычно, если что, в декабре-январе. А, это зимой, да? Да, летом вообще не к месту. Я в какой-то момент даже подумал, что пеламидка небольшая. Еще, ну, как бы и то больше шансов пеламиду поймать, на самом деле. să... А гуляет туда-сюда. О, ох, 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 ох. Вот это. Хорошая. ты понятно хочется селедку же поймать и ставлю да как селедка тоже но она-то вообще-то тайная то есть сложно представить что она в одного путешествовала а у меня две просто ну две хороших такая рыбалка нам подходит вокруг нас уже котел собирается бантик вон твои товарищи да давай сейчас я тоже запущу разбирайся как хочешь о вот этой абсолютно рекорд по моему кажется ну собственно на что тут что там так что неважно куда кидать подсадит еще одно следом потихоньку начались предъявок ставили это небольшая это одна давай налево кида хорошие танцевал бориса не стоит по 80 рублей а пачка из 5 штук 400 рублей что ли и все как надо и ловит и вяжут нормально рыбу ну-ка я прямо кину кажется там разный там от 7 грамм и от смерть 15 по моему там и двадцатки есть в принципе на любую ситуацию да да вот они по поверхности охотятся песчанку жрут кому кстати интересно 5 раз вайлберис посмотрите ссылка под описать в описании под видео есть скорее всего сдохли в конце рыбалки ну планчик будет обеспечен рыбой ставли да он любит ну что это достал из морозилки окуней они ну немножко подсохли ну нормально и можно есть привилетничать не ест ну там съесть пару кусочков чисто забиться немножко ох 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 нормально вот я щас прямо кинуть там у меня особо подъемки есть получается мы ровно на границе стоим она там по глубине идет хотя перед нами чайки вот там наоборот намерен вышли я теперь всю рыбалку буду ждать когда ты повторишь селедки не повторится наверное ну новичкам везет первый раз на каяке за счет тебя такая спортивная рыбалка спортивная рыбалка таких случаях кто-нибудь оговоришь я отпускаю да наверное в магазине когда удочку продавали не думали дальше что она на рыбалку поедет нужно продавцу показать да и порыбачил немножко да твой удочкой у него тут самого небось понтовый то удочка то ладно катушка просто да катушка конечно главное чувствительный фрикцион здесь фрикцион мертвый фактически то есть он спускает конечно леску но не в первую секунду да и она чрезмерное натяжение дает на леску и соответственно крупная рыба оборвет и там листочка запасом в общем-то вообще на такую ставриду перчатки нужны потому что потом руки все будут подраны и вот эта боковая линия у нее которая она чешется на мелкой ставриде незаметно с крупной вот так вот поймаешь килограмм десять а потом раз топорщины руки не то что кровавые царапины но все равно удочку не рассчитывали на такую рыбалку 333 селедка такое бывает там толстые самодуры такие на нее и там типа 6-7 ключков а еще одна на грузик понимаешь что и в общем то все равно какой там у тебя самодур чего ну по-скромному только по 2 дай бог если все гладко пойдет то она здесь будет всю середину лета я думаю да дело в холодной воде реально когда заходили вода градусов но не знаю 17 наверное вместо 23 которые недавно были 21 все равно меньше чем надо да ты сейчас пошли такие градусники тут недавно выяснилось что линейки все разные и да врут на 20 сантиметров на сантиметр и там а конкурсы люди участвуют вон нас в этом в клубе рок-фишинга группа в телеграме кстати кому интересно тоже загляните в описании под видео есть ссылка а можно крутые всякие призывы играть вот типа такой ящик меха или спиннинг хороший вот ну и в общем замеры да там о там у одного 30 сантиметров рыба 2 31 но вторая весит меньше значительно грамм на 200 да ну и спрашиваются вопросы да то есть же ну короче это все мелочи жизни конечно мы справедливо все все равно рассудили вот но потом сравнивали линейки и рулетки особенно вот на 20 сантиметров сантиметр погрешности у кого плюс кого минус а ты вторая чувствуется сразу старая подсянет ну вот мушки кстати оказались вообще спасибо диме так что мухи конечно же собой иметь не только им по саргану применение как-то ласкеря я попробовал на них ловить он весь багрец то есть есть поклевка подсечка тянешь за пузо еще раз там кину то же самое к пикеру подвязал на поводочке и три заброса три забавленных ласки рядом это но так не пойдет до ты знаешь вчера связи по то ли скинули отчет саргана так что наверно 30 но он с того берега начинается где-то вот это хорошие нижние он начинается что ты верещишь шеф рыба уходит спасибо контролирую что вы там не спрыгнула хорошо да давай следи там за ней вообще он начинается с августа вот от того с западного побережья черноморской евпатория потом сентябрю приходит севастополь более-менее в количестве и дальше до декабря обычно ловится за основная часть сезона а ну в этом году еще и весной весенний проскочил конец марта начало апреля вот сейчас он тоже есть мы когда плыли разбегался сарганы видел пару штук но обычно не крупные и на стадо редко попадаешь то есть промышленной ну смысле основательно на него идти нет смысла так он в прилове случается вот тоже был бы он сейчас здесь он же на те же самые мухи пикера ловится он бы уже сел но бывает конечно осенью классные котлы вот такая ставлида крупная и пополам сарганом и в 1 ну то есть также вот как мы по 2 таскаем только на 11 ставлидом другой сарган клевая рыбалка надо ох и хорошая пошла ставлида ну все селедка просто я видим очень хороших али 3 все-таки по-моему 1 просто а лично немного заболевали хорошие интересно будет здесь 2 1 мелкая ушла прозевал ты план покачилил там на своем любимом месте обе чуть помельче а ну это известно кто будет есть пассажир ты давай либо ешь ты чё ты их сушишь у него уже сушеных ладно переварилась первым давай ну вот это уже вторая первая покрупнее по моему было теряешь хватку ага смотри вот чем было дело за за хвост прям на хвосте висела сопротивлялась так 333 а 2 донес но ничего все равно а кстати все время забываю рассказать про снасти значит то что у меня в руках то целиной авигарас я где-то рубля за 4 брал сейчас она может чуть дороже 240 у нее роста fast строй солид в клейка кончик чем могу сказать нормальная палка ну так мелочь фурнитура болтается вот это колечко подклеивал но так она мне уже долго достаточно служит все все с ней четко и как бы длина дает дальность заброса если вдруг с берега достаточно приятно и тест интересный 05 12 то есть можно и совсем мелкими приманками ловить и пильтером 15 грамм я кидаю она очень не перегружена ни разу и катушка на ней это фаворит x1 у меня уже такая одна была я говорил выиграл когда-то на соревнованиях там прослужило три года с тяжелых условиях там и могла и все остальное без тех обслуживаний я прям впечатлился и купил вот эту новую с озона нашел сейчас они тоже продаются 5000 на где-то стоит все четко общем то тоже хорошо ходит и она у меня вываживала пиламид потом два килограмма и больше то есть нормально хорошо работает на более тяжелом спиннинге даже единственное что я проверил в пункте выдачи все было отлично она мягко ходила а потом за шнур намотал обнаружилось на каждом обороте есть маленький такой противный тычок вот конечно если его с поклевкой не перепутаешь но немножко она конечно удручает поэтому именно эту катушку этот образец и не очень люблю а модель сама вроде очень крутая хорошая но опять же и по-моему ближнем зарубежье у нас делают и вообще не собирались сюда хорошая кабла ставрида верхняя главное мелкая нижняя хорошая ладно и не знаю на самом деле она не обновляли модель но можете попробовать в принципе 5 рублей вроде не сильно дешево но как бы он то стоит она все-таки достаточно устойчиво к соленой воде и плюс не киснут более менее болтики я не эксперт в этом но и предыдущую я сам разобрал смазал собрал и после этих трех лет они она еще год отработала ну там чуть-чуть шуршало такое нормально вот ну теперь ты расскажи про свою холдочку да я тут ничего не знаю куплено дельта называется 1200 рублей ты говоришь отдал за весь комплект вот палка и катушка леска на ней было даже метров 30 целых а кстати он ловит не хуже меня да в итоге да а будешь про шнур еще не сказал шнурок у меня здесь то ли 06 поэтому 08 стоит 6 же восьми жильник это цуриной а где-то 1000 рублей он стоит я уж не скажу какая там модель вот но шнуру вообще претензий нет опять же на точно такой же на этот же шнур вывезена пиламидов 2 килограмма пиламида это вам не щука двухкилограммовая да то есть ты все равно что к торпеде привязали и говорят вытаскивай вот и благополучно все тьфу 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 и ходят долго и летят отлично очень гладенький с моей кеста вреда ё-моё песни снова крупнее стало до да и чё еще по снастям не сказал флюрик у меня сейчас стоит там 018 и так совершенно случайно получилось обычно я пользуюсь 022 026 вот здесь вот на эту удочку я 022 поставил и я бы конечно хотел что меня сейчас был 022 там перевязываться я конечно не буду но понятно что если вдруг опять же та же пилами да еще какие-то непредвиденные обстоятельства то может быть сложно и вывести но благо фрикцион хорошо отрабатывает на этой катушке чувствительный вот так что окей пелькирок 15 грамм с вайлд бориса я уже говорил можно в описании виде ссылку найти под видео да где их купить копеечный 80 рублей такой стоит а муху мне связал товарищ спасибо диме большое вот вот вроде в общем то и все ну что там карабинчик вертлюжок не так важно все это хорош вас ну покажи в кадр что заинтересовался план что везда вреда здесь надо поменьше чуть разошелся котел можно искупнуться пока да планчик купаться пойдем освежающие капитан тонет давай ты чё спасай быстро только не на плечо сядешь так держись рядом так О, опять котел, да? Вылезай, рыбачить будем. Все, сушись. Ага, рыба дала мне паузу, чтобы я искупался. И снова зажегся котел. Правда, ближе к берегу теперь. Ну, еще у нас тоже клюет. Две штучки такие средненькие. Ну, главное, что она ходит все равно, продолжает ловиться. Покупаться успели как раз. Вроде в моменте казалось, что все, клев сгаз, да? Сколько мы просидели? Минут 15, пока я купался, не больше. И хорошее, хорошее. Так, вот, видишь, руки сразу. И вот, кстати, всегда она каждое лето именно вот в этом месте тусит. Вот там крестик на берегу стоит. Я его еще сразу не приметил. Я часто думал, его убрали или что. Но вот ориентир прям вот этот крестик. Еще несколько штук гналось следом. Вот сейчас никаких пыли знаков на воде. Не плюхает, ни котла нет. А ловится вон по две штуки на каждом забросе. С тяжелым пикером чем еще хорошо? Ну, плевать на ветер. Хоть в бок кидаешь, хоть в сторону. Вот эти легкие щебурашки, там, один, два, три, до четырех грамм. Ну, да, все равно контроль за приманкой не тот. Особенно там, где сильно подсекать. Надо тут тестоври, да еще более-менее она сама вешается, но тоже. А так, куда хочешь, туда кидаешь. Хоть по ветру, хоть боком, хоть против ветра. И летит хорошо. Ты давай еще раз тяни, а я придержу здесь каяк, что тебя не опрокидывало. Опс, вот это дело. Нормально. Ну, еще, как видишь, пол сетки свободно. Мы решили перейти. Тут же закипел котел. Крупная, хорошая ставрида. Опачки. Да, нижняя забага, она вторая не очень крупная. План спокоен. Все, рыбалка удалась. Ставрида ему спасли. Реагирует, кстати, на имя. Я уже несколько раз заметил, когда вдруг в речи произносишь план или планчик говоришь, он просто слышит. Но надо уже принимать волевое решение и идти на берег. Потому что рыба продолжает клевать. Причем ставрида хорошая ловится. Уже скоро садок не поднять будет. Так чувствую. Рыбалка была замечательная. Да, отличная похода, красивая вода. Холодная, правда, но классная. И все равно живописно. Тут хоть, конечно, скалы еще не такие, как в Балаклаве, но все равно очень красиво. И главное, что можно было вообще якорем, по-моему, не пользоваться. Так, потому что мы по факту стояли на одном месте. Сечение в одну сторону, ветер в другую. Ну так, немножко как берег, разве что сносило. Ну, будем надеяться, что ставрида здесь продолжится. Вообще, в середине лета она все время здесь клюет. Собирает котлы и даже в обед. Зачастую даже в обед лучше, чем утром. Что это удобное, хорошее время и место для рыбалки. К тому же, рядом есть каятерский прокат. Вот там вот на Голубой бухте. Ну, оттуда сюда минут 15, наверное, грести. Можно им попробовать назвать пароль тариф рыбак. И, может быть, вам сделают скидку. В прошлые годы это работало. Там ребята договаривались. И стоило это удовольствие сначала 500, потом 800 рублей за полдня. Ну, то есть, он по рыбе окупается с головой. Я думаю, килограмм 15 на двоих мы взяли. А может и больше. Причем, ставрида очень хорошая. Чистить ее не надо, разделывать тоже прям. На все годится. Суши, жарка, засолка, сашими. В общем, все, что твоей душе угодно. Я не могу. Поехали! Все, ты доволен? Или ты хотел в море остаться? Все, полетел. Поставь его в воду, пусть охладится, а то в машине жарко ехать будет. Планчик, иди сюда. Плавать? Конечно, плавать он точно умеет. А летать? Еще через недельку где-то. Ага. Поставишь на берег цап? Можно погладить? Да, погладь. Такую маленькую красоту. Вот это чудо. Рыбачили сегодня? Зацените, какая у Планчика шляпа. По-моему, модник вообще. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И обязательно заходите в описание под видео. Там есть ссылка на наш телеграм-канал. На следующей неделе, видимо, выпуска еженедельного не будет, поскольку я отправляюсь в небольшое путешествие. Кому интересно, буду вести оттуда репортаж как раз в телеграм-канале. Так что добро пожаловать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!